Июль совсем не похож на самый жаркий летний месяц. Такие отзывы высказали нижегородцы о первой неделе месяца. В отдельных районах прошли грозы, град и абсолютно всех периодически заливали серьезные дожди. Похолодание во второй половине прошедшей недели было связано с прохладением холодных фронтов. Сам центр циклона располагался над северо-западом европейской территории России. И циклон очень глубокий, такой циклонистский вихрет, высотой до 3-7 километров. Выходные выдались тоже не самыми теплыми, но, кажется, на рабочую неделю прогнозы более оптимистичные. Холодный фронт уходит и уступает место теплу и ясному небу, однако не с самого начала недели. На рабочей неделе расписываются так и неустойчивые походы, поскольку близость циклона будет обуславливать в наших районах местами кратковрильные дожди. Температурный фон будет колебаться в дневные часы от 20 до 23 градусов. Подуют умеренные западные ветра, и ночные температуры не опустятся ниже плюс 15. Осадков с каждым днем будет становиться все меньше, а грозы станут совсем исключительным явлением. Но уже к среде она даже будет превышать климатические значения на 1-2 градуса. А к концу недели, когда 150 термометров к полуке будут достигать отметки плюс 30 градусов, конечно, здесь превышение, возможно, в отдельных районах нашей области на 3 и даже 5 градусов выше многолетних значений. Даже температура воды повысится и достигнет 24 градусов. Впрочем, за кратковременное похолодание она и не успела остыть. Прогноз положительный, а значит всем нижегородцам предстоит с радостью наблюдать, как столбики термометров уверенно ползут вверх.